Привет, джентльмены. У нас сегодня будет забавное видео. Я проведу анализ стиля ситов против джедаев. Вы готовы? Тогда начинаем. Итак, джентльмены, перед тем, как я перейду к нашей теме анализа стиля, я бы хотел представить вам спонсора сегодняшнего видео. Главнокомандующий. У него есть три важных сообщения, которые он попросил меня передать вам. Во-первых, если вы знаете, где находится Люк Скайуокер, то пойдите в ваш местный офис верховного порядка и скажите об этом. Во-вторых, когда вы будете в офисе, вы можете записаться в волонтеры на рабские должности, которые у нас есть, чтобы построить базу Старкиллер. Мы планируем поработить вселенную, так что у нас есть возможность выбрать, в какой роли вы планируете присоединиться к нам. И, наконец, есть персонаж, который будет распространять слухи о том, что Джа-Джа Бинкс и главнокомандующий — это одна и та же личность. Это не так. И когда мы найдем этого человека, то будем пытать его электрошокером. Хорошо, джентльмены, я размещу под видео ссылки, чувствительные к силе. Если вы кликните по этой ссылке, то можете ожидать, что в течение 24 часов к вам явится представитель верховного порядка или штурмовик смерти. Ребята, давайте теперь перейдем к анализу стиля. Первое, что стоит уяснить, это отличие философии, которая стоит за джедаями и ситами. Стоит уяснить, что сила и вера, которая стоит за этими двумя лагерями, различаются. И это оказывает огромный эффект на то, что они делают и как они себя позиционируют в этом мире. Джедаи, они отстранены от материального мира и находятся под сильным буддийским влиянием. И мы это видим через их стремление максимально упрощать все, что находится вокруг них. Они не украшают себя различными драгоценностями или блестящими предметами. Все практично и функционально. Еще одно сильное влияние на их внешний вид оказывает культурное течение Японии 14-18 веков. По факту на Джорджа Лукаса оказал сильное влияние фильм 1956 года «Семь самураев», который практически определил внешний вид и одежду. Давайте рассмотрим типичную одежду, которую носит джедай. Это туника, камзол, оби, штаны, ботинки и поверх всего плащ. Также джедай придерживаются светлых тонов и земляных цветов. Что-то очень простое, что может раствориться на заднем плане. Что-то очень простое, что не привлекало бы много внимания. Мы увидим плащи и туники. Все в гамме коричневых цветов. От светло-коричневого до темно-коричневого. Особенно темно-коричневые оттенки для придания акцентов. Очень функционально, если подумать о пятнах. Если говорить о нижнем слое одежды, то там преобладает белый цвет. Особенно туники. Черный цвет был зарезервирован специально для акцентов. Вы никогда не увидите джедаев, которые носят черное. Единственный отличительный пример — это Энакин Скайуокер. Ведь мы все знаем, что произошло с этим парнем. Что типично для джедаев, так это то, что у них нет доспехов. Да, есть небольшие исключения в разных частях фильма между новыми ситами, старыми ситами и войной клонов, в которых джедаи появляются в доспехах. Но по большей части джедаи и доспехи просто не имеют смысла, потому что джедаи играют роль медиатора. Они стараются остановить насилие, делают все возможное, чтобы передать послание, что они тут появились для поддержания мира. Так что доспехи или другие атрибуты с острыми краями значили бы совсем иное. Они бы демонстрировали агрессию. Поэтому мы не видим, их в таких вот вещах. Я начал с того, что рассказал о типичном наряде джедая. Но, конечно, если обстановка военная, они наденут все необходимое для этого случая. Давайте посмотрим на Китафисто при битве на Мон Каламаре. Что этот парень надел? На нем шорты. Он глубоко под водой делает свои дела. Также многие джедаи и падаваны выберут ту одежду, которая будет рассказывать об их корнях, о доме, о месте, откуда они пришли. Если мы посмотрим на Асоку Тана, что она выбрала из одежды? Одежду, которая типична для места, из которого она пришла. Отлично, давайте закончим с этими скучными джедаями и лучше поговорим о стиле ситов. Если вы в курсе событий, то наверняка помните, откуда появились ситы. Падшие джедаи взяли контроль над человеческой расой, называемой ситами, которые обитали в стигейской кальдаре. Но что произошло дальше? Ситы со временем все-таки начали оказывать влияние на джедаев и пробудили в них аппетит к роскоши, дорогим вещам и к самовосхвалению. В общих чертах мы заметим, что ситы бесстрашны и что они проявляют индивидуальность. Они хотят, чтобы их отличали, когда они появляются, чтобы люди сразу понимали, с кем они имеют дело. Так что все, что мы будем наблюдать в отношении ситов, направлено на привлечение внимания. Цвета и символика все очень характерно и сильно. Первое, что мы замечаем, это большое количество одинаковых элементов с джедаями. Они также носят туники, у них тоже есть робы, есть ботинки и штаны. По большей части одно и то же, но их вид. И, конечно, цвет это черный-черный-черный. Почему мы видим столько черного? Потому что черный это классический цвет для проявления агрессии, доминирования, силы и устрашения. Ситы передают эти устрашающие сообщения различными способами, но один из них — это цвет и контраст. Силуэт выделяется на любом заднем плане. Давайте рассмотрим некоторые забавные аспекты одежды ситов. Если рассматривать кожаные изделия, то джедай будет использовать что-то не привлекающее внимание. Если говорить о ситах, то, например, Дарт Тирану сносят ботинки из редкой ранкорской кожи, которую очень сложно достать. Также она будет очень жесткой. Также такие ботинки будут стоить немного кредитов и будут привлекать довольно-таки большое внимание, куда бы он ни пошел. В отличие от джедаев, которые ходят с обнаженными кистями, ситы носят армейские перчатки. Они очень жесткие. Также они защищают от бластеров и другого оружия. Давайте поговорим о плащах. Во время эпизода «Правила двух» — это когда у нас был только мастер и его подмастерье, а ситы старались не говорить много, чтобы джедаи ничего не знали, особенно о заговоре, который они разрабатывали тысячи лет. Тут мы видим, что Дарт Сидиус носит робу, которая не привлекает большого внимания. У нее очень грубая, вязкая, вафельная структура. Это такой атрибут, который он мог носить поверх всего и не привлекать никакого внимания к своей персоне. Просто образ того, у кого немного денег, и уж тем более такой человек не может строить заговор по захвату вселенной. Наконец, когда Дарт Вейдер выходит на сцену, он хотел отличиться от Дарта Сидиуса и выбрал себе накидку армированного плетения. Вы, возможно, уже знакомы с таким плетением, особенно если вы мандаларианского происхождения. Но армированное плетение весьма дорогое и имеет отличную драпировку. Но главная особенность этой защиты в том, что она может остановить бластеры и даже может отразить лазерный меч. Ранее, если я говорил о том, что джедаи и доспехи вообще очень плохо уживаются вместе, то ситы и доспехи сочетаются вместе, как горох и морковка. Ситы любят доспехи, потому что они понимают, что обмундирование, особенно с острыми резкими краями, например, на плечнике или на грудник, будут устрашать противника. Сит оденет защиту на ноги, на колени, он наденет обмундирование везде, где только можно. И чем больше всяких резких углов, шипов, тем лучше, потому что они понимают, что это посылает сообщение, «Лучше не связывайся со мной». И когда Сит ранен, у него отрублена рука, или когда он тяжело дышит, то он воспользуется специальным прибором для усиления своего устрашения. Ребята, надо уяснить один аспект об обмундировании и одежде Ситов. Она сливается с силой, чтобы помогать им управлять и направлять эту силу. Так что, когда они надевают свои доспехи, покрывают себя плащами, которые они получили от своих мастеров, ну как получили, скорее всего, убили и отобрали у предыдущих мастеров. Оно в себе заключает качество и энергию предыдущих владельцев, что повышает их личную силу. Итак, мы только что обсудили разницу в одежде между джедаями и Ситами. Но если вы окажетесь в тусклом Барри Мо Сейсли, то вам потребуется знать больше, чем просто об одежде, чтобы различить, кто есть кто. Давайте поговорим о цвете кожи, о глазах и о лицах. Что я заметил в джедаях? Они довольно открыты и достижимы. Когда я смотрю на их лицо, я могу видеть их лицо. Они доступны и даже знакомы. Среди них много гуманоидов, но также есть и инопланетяне, которые не менее доступны. У них большие глаза, они будут смотреть на тебя и улыбаться. Кит Фисто, посмотрите на эту улыбку. Вы полюбите этого парня сразу. Их кожа выглядит живой, а глаза, если в них посмотреть, то не увидишь ничего такого, чтобы светилось у них в глазах. Потому что если посмотреть в глаза Сита, то мы заметим желтое свечение, и мы можем понять, что эта личность использует темную сторону силы. Когда ты начинаешь использовать темную сторону силы, то твои глаза начинают светиться желтым. Когда ты становишься Ситлордом, ты используешь темную силу. Твоя кожа становится мертвецки белой. Я не знаю, по какой причине это происходит, но я думаю, вы точно не захотите, чтобы такое с вами произошло. Мне кажется, что каждый Сит должен задуматься о том, чтобы взять себе Тиш Хенли. Это решило бы многие проблемы. Никак не получится исправить одну особенность, которая есть у Ситов. Это нереальные шрамы. Создается впечатление, что Ситы просто ненасытные до наказания. Эти ребята любят, когда они обжигаются, когда их бьют, когда их кидают в острые камни. То есть эти ребята реально любят получать, но они еще и всегда возвращаются. Поэтому мы всегда видим шрамы. И, как я говорил, если у них есть плащ, то они всегда накинут капюшон. Не важно, какая погода, пусть даже если очень жарко. Им просто нравится думать, что их никто не может увидеть, если они накинут капюшон на себя. Итак, ребята, что вы думаете? Меня позабавило работать над этим видео. Надеюсь, и вы смогли оценить его по достоинству. Я вообще большой фанат Star Wars. Мне не нравились еще с тех пор, когда я был ребенком. Я также фанат и других сериалов, как Игра Престолов, Марвел Комиксы, DC Комиксы и другие. Так что, если у вас есть хорошая идея о том, какое мне следует сделать видео, дайте мне знать в комментариях. Также посетите другие каналы, которые я оставлю в описании. Если вам нравятся фэнтези и вы любите комиксы, то вы будете удивлены, и вам очень понравятся эти каналы.